Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды. Сегодня, как вы знаете, у нас совершенно необычный день, поскольку достаточно посмотреть на содержание экономического календаря, чтобы, собственно, сразу сделать вывод о том, что сессия просто суперская. Сегодня у нас, наконец-таки, заседание ОПЕК, которого мы с вами готовились очень давно, ждали, спекулировали, анализировали, обсуждали. В общем, событие, которое может стать судьбоносным для всего рынка энергоресурсов. И в зависимости от того, какие же все-таки итоги будут озвучены по итогам этой Венской встречи, мы будем уже остроить дальнейшие ориентиры по нефти. Если соглашение каким-то чудом все-таки удастся достигнуть, тогда нужно быть реалистом, понимать то, что в большей степени это даже долгожданный позитив, который проявится, собственно, в динамике Brent и WTI. Но вероятность этого крайне низка. С другой стороны, альтернативный сценарий, и он же наиболее вероятный, это отсутствие каких-либо договоренностей, либо соглашений. Мощнейший негативный знак сигнал, который тут же будет дисконтирован в стоимости Brent, нефти и не только в моменте, но и даже послужит средним и долгосрочным триггером дальнейшей коррекционной динамики. Мы будем надеяться на закрепление интересующего нас Brent не просто ниже 45 долларов за баррель, но уже задумываемся о том, чтобы сходить к 40. И помним о цели, которые обозначаются многими инвестиционными банками, кстати, Морган Стэнли, настаивающие на том, что сейчас прекрасная возможность, чтобы распродать Brent с целью 35 долларов за баррель. Может быть, цель и ориентир крутого, конечно же, с точки зрения снижения. Но, с другой стороны, если проанализировать, порассуждать, отсутствие прогресса сейчас, это сохранение проблем на протяжении всего 2017 года. Времени очень много будет, чтобы даже последовательно, постепенно скорректировать актив к тем уровням, которые были названы. Давайте еще раз вернемся к этому событию, посмотрим, с каким же сейчас новостным фоном мы работаем. Я думаю, что вы уже прекрасно могли заметить, как в рамках вчерашней торговой сессии мы наблюдали серьезную распродажу Brent и WTI. В частности, снижение составило больше 3% и, конечно же, причина усиливающейся опасений трейдеров, участников рынка, за то, что никаких консенсусов, прогнозов, солидарных решений, компромиссов найдено не будет. И тот новостной фонд, в принципе, который сложился на рынке не вчера, буквально за сутки до заседания ОПЕК, он действительно не позволяет делать другие поводы. В частности, министр энергетики Индонезии отметил то, что не уверен в успехе, явно сомневается, это была официально озвученная позиция, которая, честно говоря, разделяется очень многими. Саудовская Аравия непонятно в какие игры играет, в частности, как касса, от того, чтобы принять участие в неформальной встрече, непонятно, чем вообще был инициирован. Учитывая то, что Саудовская Аравия вот буквально на протяжении даже еще прошлой недели обеими руками, ратовалась за необходимость достижения компромиссных решений и, соответственно, выхода на фактическую сделку. Но когда возникла действительная необходимость попробовать куларно обсудить какие-то общие знаменатели, Саудовская Аравия на встрече не появилась. Все делегаты еще прибыли в Вену в выходные, Саудовская Аравия пожаловала только вчера. Что касается позиции России, в частности, комментарии министра энергетики России Александра Новака и Казахстан тоже присоединился к России о том, что эти регионы вовсе не будут принимать участие в саммите. То есть Россия никуда не едет. Почему? Потому что ОПЕК не договорился между собой. Какое смысл сейчас кататься, чтобы послушать именно отсутствие прогрессивных моментов там и послушать о высокопарных, скажем, таких речах, что снижение цен, точнее восстановление цен на нефть – это, скажем, обязанности всех крупных производителей. Ну, это все, я так знаю. Однако Россия уже неоднократно отмечала тот факт, что брать на себя всеобщее такое обязательство – тянуть лямку того региона, который будет ограничивать производство тогда, когда другие тянут резины, не будет. Поэтому Россия в текущей встрече никакого участия не принимает. В то же время Новак добавил, что двери открыты для переговоров. Конечно же, если ОПЕК каким-то чудом все-таки выйдет на общее решение и признает необходимости сокращения производства, как и в рамках не только Саус-Каравера, Аклерана, но и другими производителями, то Россия тут же поддержит подобные договоренности. Нигерия и Ливия буквально за сутки до заседания ОПЕК снова обратились к ближневосточному картелю с просьбой исключить их из каких-либо договоренностей, которые могут быть озвучены. Ну, я в целом на эти регионы большое уставленное дело, поскольку узнал, что это такие же, скажем, закулисные игроки, которые, как и Ирак и Иран, действительно имеют аргументацию, которая позволяет исключить их из подобной сделки. Но это только добавляет, скажем, общего негатива, поскольку явно демонстрирует тот факт, что договоренности не просто нет. По сути, даже те регионы, которые лоббировали идею ограничения производства, они не делают это, а, напротив, только увеличивают добычу. ФИЧ еще подлила масло в огонь вчера, сделав, скажем, акцент на то, что в 2017 году из-за крайне высоких запасов нефти, из-за катастрофических объемов производства со стороны ОПЕК, которые резко не сократятся, из-за роста количества терминалов США, то есть нефтяных платформ, что также угрожает дополнительному производству предложения, считают, что 2017 год, исходя из этой фундаментальной картины, будет также позиционным годом слабости нефти, и изменить вот это представление не сможет даже какие-то сделки, которые все еще вероятны в рамках сегодняшнего заседания. Хотя очень много участников рынка, очень много трейдеров, скептически настроенные даже к возможности достижения какого-либо соглашения, считают, что условия договоренности все равно соблюдаться не будут. Поэтому с такими настроениями, преимущественным образом, негативными, мы с вами подошли к самому заседанию ОПЕК. Нужно прекрасно понимать то, что такой новостной фон будет фактором и генератором серьезной волатильности. Вы должны быть к этому готовы, поэтому я рекомендую вам еще раз оценить, собственно, те объемы, которые находятся сейчас в торговом обороте в рынке. Допустить то, что диапазон хода бренда может сегодня составить даже до 10%, и принять решение о том, сможете ли вы выдержать такой ход и такую проторговку, если движение пойдет не в ту сторону, которую определили вы. Как только примете решение, что все нормально, правило риск-менеджмента соблюдается, тогда спокойно следим за теми комментариями, которые будут поступать в ходе всего дня, и ждем фактических решений, а в целом от организации ОПЕК. Я снова настраиваюсь на то, что все-таки мы услышим сегодня и получим подтверждение верности наших с вами прошлых прогнозов, которые предполагали снижение бренда в блюде, и получим тот самый сигнал, буст, катализатор для коррекции, которая нам сейчас нужна. Клоу вчерашнего дня 47.32, сейчас торгуемся с небольшим повышением, но все равно позиционный днем вниз. Я надеюсь, что сегодня мы закроем торговый день ниже отметки 45 долларов за баррель, в идеале бы оказаться даже еще ниже. Также хочу отметить, что в рамках торговой сессии еще выйдет отчет по запасам нефти США по версии Минэнерго, но, скорее всего, эта статистика уже, мягко говоря, будет проигнорирована, поскольку на кону более серьезный фундамент. Я надеюсь, что вы в этом плане со мной солидарны. Российская валюта против доллара 65.15, а сейчас котировки, ослабление потенциальной нефти, серьезная, которая я уже отметил и обозначил в качестве наиболее вероятного сценария, может стать причиной такой же резкой девальвации и рубля. Поэтому в идеале бы нам сегодня оказаться по паре доллар-рубль чуть ли не рядом с планкой 67. Это было бы, конечно же, неплохо, поскольку при такой динамике и при таком усиленном тренде в рамках короткого промежутка времени мы получим с вами сигнал на сохранение, собственно, длинных сделок по американцу против рубля, а с возможностью ухода к нашей с вами плодосрочной цели, это 70. Я все еще, скажем, придерживаюсь в глубине души такого посыла, что до 70 мы сможем добраться до конца декабря, то есть до конца 2016 года. Доллар японская иена, котировки 112.70. Я думаю, что сейчас даже пара смогла пробраться повыше, потому что мы видим, как американец очень неплохо показывает себя на азиатской сессии и с минимальных уровней, которые были достигнуты под закрытие прошлой торговой сессии, уже восстановились больше, чем на 50 пунктов. И пара действительно имеет потенциал, чтобы пробить сопротивление 113. Если говорить про вчерашнюю такую сессию, то вы все сами прекрасно видели. Доллар, может быть, плохо начал текущую неделю с слабости, потерь против японского конкурента, но очень быстро реабилитировался в глазах трейдеров, поскольку получил поддержку и смог прорваться выше сопротивления 113, но пока закрепиться оселенных, правда, не хватило. Анализируя, в принципе, тот новостной фон, который сейчас на рынке присутствует, я уже делал акцент на то, что сейчас на площадках очень много событийных рисков для доллара. Во-первых, это сегодняшнее заседание ОПЕК, это пятничный нон-фарм перлс и воскресный конституционный референдум в Италии. Эти события непременно спровоцируют очень серьезные движения, собственно, на финансовых рынках, но даже несмотря на осознавание того факта, что такой мощный фундамент сейчас присутствует, на рынке трейдеры все равно делают ставку на старый триггер роста доллара. Это ожидание ужесточения монетарной политики США, и основания для этого ужесточения усиливаются буквально с каждым днем. Действительно, потенциал роста инфляции, как следствие политики Трампа, как следствие активных бюджетных стимулов, которые планируются проводить в ближайшее время, создают очень хорошие условия для дальнейшего роста американских долговых бумаг, и, соответственно, усиливают, опять же, вероятность продолжения, сначала возобновления, потом уже продолжения цикла повышения процентных ставок. И сейчас такая позиция, я думаю, что убедила уже всех. Очень мало скептиков на рынке, которые не верят в рост доллара, хотя раньше их было очень много, и даже не доминирующее большинство. Сейчас трейдеры признают тот факт, что американская экономика неуклонно движется к решению по нормализации денежно-кредитной политики. Я надеюсь, что мы с вами дождемся этого решения уже 14 декабря. Если есть еще сомневающиеся, я хочу обратить ваше внимание на ту статистику, которая опубликуется. Вот вчера вышли данные по ОВП, а США, в частности, годовой показатель вырос до 3,2% с 2,9%. Это лучшее значение за последние два года. В качестве основных стимулов для таких сильных данных выступил пересмотр роста активности потребителей. Действительно, сейчас также она находится на чуть ли не самых лучших уровнях за последние несколько лет. Прибыли компании выросли больше, чем на 6%. Это лучшее значение с 2012 года. Уровень доверия потребителей, который был опубликован следом за данными по ВВП, указал на то, что сейчас потребительские настроения также пребывают в самом динамичном восходящем тренде. И фактически показатель – это максимальное значение с 2007 года. У нас многолетние с вами позитивные тренды, которые продолжают накучиваться и, соответственно, сигнализировать о том, что американская экономика, она не просто является динамично растущим регионом, сейчас показывает самые лучшие результаты по экономическому восстановлению среди всех развитых стран. Об этом забывать не нужно. Это еще раз доказывает тот факт, что американская экономика движется к решению по повышению ставки после вчерашнего ВВП и данных по уровню доверия потребителей. Я считаю, что вероятность действительно уже составляет 100%. Сегодня эстафету столь важнейших макроэкономических данных у нас принимает уже рынок труда США. В 16.15 выйдет отчет по EDP, количество новых рабочих мест вне сельско-хозяйственного сектора по ВСИ частного агентства. Отчет предваряет официальные данные по Non-Farm Parals. Учитывая последние показатели по ВВП, учитывая пересмотр в лучшую сторону с повышением потребительской активности, потребительских расходов, я считаю, что такой фундамент является мощным основанием, подтверждающим того, что рабочие места создавались также динамичными темпами. Поэтому я настраиваюсь сегодня на хорошие цифры по EDP. И надеюсь, что эта статистика сможет еще больше поддержать американца в борьбе против своего защитного оппонента японской валюты. Поэтому ставлю на продолжение роста и все-таки закрепление. Пара выше 113 иен против американца. Евро против доллара сейчас торгуются на отметке 1,0630. Консолидация рядом с этим уровнем продолжается уже несколько сессий подряд. И евро, в принципе, так же, как и фунт, нуждается в дополнительном катализаторе. Вчера, собственно, после, точнее, на этой неделе мы знаем, что выступление Драги снова позволило нам продолжить спекулировать на скором продлении действия программы количественного смягчения. Напоминаю то, что заседание Европейского Центрального Банка состоится 8 декабря. Мы настраиваемся на эти стимулы и понимаем то, что евро может показаться трудом. Сегодня, в частности, еще выйдет отчет по индексу потребительских оценок 13.00 по московскому времени. Если месячный показатель снова просядет, не говоря о том, что если и годовой будет ниже отметки на 0,5%, тогда евро может уже готовиться к более агрессивным стимулам со стороны ЕЦБ. Это будет мощным фундаментальным фактором для распродаж европейской валюты, поскольку ожидание новых стимулов усиливает, опять же, наше с вами представление о контрасте политики ЕЦБ и ФРС. Но не забывайте также о том, что у нас в воскресенье конституционный референдум в Италии, риск подрыва политической стабильности и ухода в отставку правительства. Поэтому, если дело дойдет до реализации такого негативного сценария, мы сможем уже в понедельник наблюдать открытие пары евро-долларов в неделю с ГЭПом. И этот потенциал, собственно, ГЭПа ценового разрыва может превысить даже полторы фигуры. Мы также должны быть к этому готовы. Но готовы больше в позитивном смысле, поскольку, если европейская валюта позволит нам уже на следующей неделе наблюдать о котировке, собственно, стоимости ниже уровня 1.05, это будет, конечно же, классно, потому что пробой значения 1.05 явно открывает дорогу уже к тестированию паритетных рубежей. Это супер прям, а цель, которой также планируем добраться вместе с вами. Фонд против американца. Как бы мне не хотелось сейчас делать акцент на какой-то интересный фундамент, но весь, скажем, тот новостной фонд, который был на рынке вчера, в принципе, не заслуживает какого-то внимания. Поэтому я считаю то, что если у нас нет возможности с вами обратиться к какому-то махоэкономическому релизу и попытаться представить, что может быть с фунтом дальше, я думаю, что давайте просто не забывать о том, что старая новостная картина не меняется, фунт не может пробиться выше отметки 1.25, и уж тем более закрепиться там, находясь, все равно под прессом рисков Brexit, о которых мы с вами будем говорить уже снова с еще большим интересом в начале 2017 года. Доллар канадец в целом сейчас находится в восходящем движении, USDCAD котировки актуальны 1.3442, я напоминаю то, что наша с вами цель 1.36. Я хочу обратить ваше внимание на прогноз Merlin Leach, которые полагают то, что уже до конца 2017 года пара USDCAD сможет уйти в район 1.45, то есть это на 1000 пунктов выше текущих значений. Это снова, скажем, еще один сигнал повышенной бдительности для тех трейдеров, которые выискивают в долгосрочной инвестиционной идее. Что касается аргументации, то она в целом не меняется, и это те же самые аргументы, которые мы с вами используем, чтобы объяснить, почему канадская валюта будет находиться под давлением. Во-первых, это президентство Трампа, которое в целом угрожает текущей редакции соглашения НАФТО, то есть партнерского сотрудничества США и Канады. Очень серьезный риск для канадской экономики, потому что партнерство США это 25% ВВП Канады. Если условия соглашения будут пересмотрены, ну, скорее всего, явно не в лучшую сторону, если США ловерят идею большего протекционизма, не в лучшую сторону для Канады. И это может стать системным риском для экономики и, соответственно, будет проявлено в курсе национальных валют канадского доллара. Второй фактор – это ожидание роста доллара из-за цикла повышения процентной ставки, что будет контрастировать также с политикой Банка Канады, все еще рассматривающего возможности еще одного в перспективе ближайшего квартала снижения процентной ставки. Третий момент – это, безусловно, ситуация, которая сложится на рынке нефти. Если мы уже с вами объективно, фундаментально пришли к поводу, что бренд будет находиться под давлением, то понимаем, насколько такой коррекционный посыл и такая динамика негативна для сырьевых валют, к которым традиционно относится и канадский доллар. Поэтому это третий мощный катализатор, который будет выступать предпосылкой, такой важный, основополагающий для того, чтобы канадская валюта также ослабела против доллара. У нас цель с вами, конечно же, не 1,45, пока что хотя бы закрепиться на отметке 1,36. Но полагаю, что если, к примеру, сегодня нефть покажет то самое снижение, которое мы с вами прогнозируем, тогда канадская валюта может оказаться под очень серьезным давлением и, в принципе, теоретически, уровень 1,36 вполне реален для достижения уже в рамках сегодняшней торговой сессии. Евросвеси – наша излюбленная пара контраста торговли на снижение евро и тех действиях, которые подпринимаются параллельно со стороны Национального банка в Швейцарии, чтобы поспособствовать большей слабости национальной валюты. Потому что, как вы помните, меньше всего, что нужно сейчас в Швейцарии – это дорогой франк. Поэтому по Евросвеси мы с вами руководствуемся давно уже длинной сделкой. И вот каждый день нам удается отыграть по несколько пунктов. Вот сейчас котировки 1,0771. Я надеюсь, что в ближайшие дни сможем и вовсе оказаться выше отметки 1,08. По другим валютным парам без изменений. Австралиец торгуется на уровне 0,7472, даже чуть ниже того уровня, о котором мы с вами говорили в ходе вчерашнего грифинга. Новозеланец против доллара 0,7140, но и снижается. Сейчас не оправдал виллер наших ожиданий. Во-первых, и конференция была перенесена на более позднее время. Она фактически состоялась буквально несколько часов назад. Ничего интересного мы не услышали. Никаких намеков на потенциал дальнейшего ослабления. Но это не значит, что отсутствие этих намеков, позитив для национальной валюты и свидетельство того, что резервный банк Новой Зеландии не рассматривает возможности дополнительных мер смягчения. Нет. Давайте следить дальше за новостным фоном, следить за поведением доллара, потому что американская валюта, как я уже неоднократно отмечал, для рисковых инструментов сейчас является даже более ведомым, скажем, стимулом для движения, чем национальный фундамент. По Новозеландцу ждем все-таки снижение и закрепление пары ниже отметки 0,70. Кодовое слово на сегодня. Волатильность, величина бонуса, исходя из того, что движения будут серьезные, 17%. Действует этот бонус до следующего брифинга, который состоится завтра в 9.30 по московскому времени. Из важнейших отсчетов сегодняшнего дня, обратите внимание, стоит на данные по инфляции по еврозоне в 13.00 по московскому времени, в 15.30 снова будут наступать драки, в 16.15 статистика по рынку труда США и ДП, в 16.30 личные доходы и расходы, тоже важный показатель. Надеюсь, что продолжит хороший тренд, хороших сильных данных, след за ДП и в 16.30 еще в ВВП Канаду. Вот здесь у нас локальный статистический риск для канадской экономики. И используем, опять же, потенциальные слабые цифры по ВВП в качестве четвертого фактора локального давления на ценовые позиции канадского доллара. На этом, собственно, все. Хочу пожелать вам прибыльной торговой сессии. Пожалуйста, не забывайте про основные постулаты риск-менеджмента. Не перегибайтесь. Причем, особенно сегодня, когда мы ожидаем серьезного движения от нефти, а нефти, если движения действительно будут беспрецедентными, можно будет ожидать влияния и, собственно, резонанса на прочих инструментах, которые представлены на финансовых рынках. Я уверен в том, что сегодня в движение придут все активы, поэтому все смогут заработать, я очень надеюсь, а те, кто адекватно и правильно вовремя распорядиться тем фундаментом, который сложится на финансовых площадках. Увидимся мы с вами уже завтра. Завтра нам точно будет, как и всегда, о чем поговорить, но завтра основной акцент мы, конечно же, сделаем на итоге сегодняшнего заседания Ближнего Восточного Корпения. На этой ноте давайте завершать брифинг. Если у вас есть вопросы, либо появятся в ходе сегодняшнего дня, пишите на канале на YouTube прямо под свежим брифингом. И не забывайте, конечно же, ставить ваши лайки. Всего доброго, до свидания.